Послание будущим врачам получилось трогательным и содержательным. В нем молодые специалисты писали о том, как они живут, какой сейчас уровень медицины в нашем регионе и какие у них планы на будущее. Написали в письме и о том, какую медицину через 25 лет они ждут и на что надеются. Я думаю, что найдут лекарства от рака и, возможно, победят болезнь Альцгеймера. Я думаю, что в медицину нашу ждет все только самое позитивное и хорошее. Капсулу времени с посланием будущим врачам заложили в день десятилетия со дня образования Совета молодых врачей Рязанской области. 17 июня 2009 года данный совет был создан как совещательный орган при Комитете по делам молодежи. Сегодня при Министерстве образования и молодежной политики и Министерстве здравоохранения Рязанской области. Я надеюсь, что вы действительно принесете через годы оптимизм, азарт и любовь к профессии. А оптимизм, азарт к развитию и себя, и развитию своего совета. Успехов вам и этому начинанию, конечно, быть. Деятельность Совета молодых врачей направлена на повышение престижа специальности. Здесь молодым специалистам могут помочь в трудоустройстве, адаптации на рабочем месте и не только. На протяжении 10 лет в разном составе Совета вы работали с молодыми врачами и позволяли им ощутить уверенность в том, что они не одиноки в своем профессиональном становлении, в том, что они всегда найдут поддержку и самое главное, что их профессиональное развитие интересно. За время существования в мероприятиях Совета приняли участие более 4 тысяч молодых врачей. Названы имена 160 лучших молодых специалистов. Многие из них в настоящее время работают в медицинских учреждениях области, проводят уникальные операции, внедряют передовые технологии, участвуют в управлении здравоохранением региона. Главное, чтобы вы открыли эту капсулу вот в этом составе, который стоит. То есть кто-то может быть большим руководителем, кто-то профессором, академиком, дай бог. Но главное, чтобы вы держались вместе, потому что вместе вы команда и делаете то светлое дело, за которым потянутся остальные. Я благодарна всем, кто тогда это поддержал и кто все эти годы поддерживает наш интересный проект, потому что мы действительно первые были в Российской Федерации. Члены Совета молодых врачей надеются, что капсула времени поможет молодым специалистам в будущем, а может и натолкнет их на новые идеи. Во всяком случае, открыть письмо через 25 лет будет как минимум интересно.